Проводить встречи с заграничными коллегами, обмениваться опытом в последние годы для врачей Иркутской области это одна из центральных задач. Регулярно медики региона проходят стажировку в лучших больницах других стран. Нашим специалистам тоже есть чем удивить заграничных коллег. О том, насколько важно сотрудничество медицине, расскажет Евгений Шоев в рубрике про нас. Если в вас воткнули 5-сантиметровую иглу, не обязательно кричать «помогите». Возможно, это и есть помощь. Гражданка Китая Чу Сяоян уже 4 года практикует в Иркутске рефлексотерапию. За этим сложным названием скрывается восточная медицина со всей своей тысячелетней историей. Когда-то подобным образом, лежа на кушетке, лечились императорские династии. Сегодня такие же иглы идут на благо жителей Иркутска. На сегодняшний день в Европе и вообще в России очень престижная методика традиционно-восточная. В Иркутске существует очень много центров именно восточной медицины, где используется иглотерапия. Вообще китайская медицина очень интересная вещь, потому что человек в ней воспринимается как единое целое. Ну вот, казалось бы, ухо. А ухо на самом деле, оно не только формы напоминает человеческий эмбрион, но в китайской медицине, по большому счету, является отождествлением этого эмбриона. А значит, для того, чтобы вылечить ноги, необходимо иголочку втыкать вот в нижнюю часть, где находится мочка. Для того, чтобы вылечить болезни, связанные с головой, соответственно, верхняя часть. И таких точек здесь больше сотни. Сейчас акупунктура, еще одно название иглотерапии, представляет для медицины нашего региона особый интерес. Ежегодно из Иркутска в Китай на стажировку отправляется несколько десятков интернов и ординаторов. Наблюдается и обратный интерес. Что касается достижений иркутской медицины, то для китайских коллег мы абсолютно интересны и востребованы в области кардиохирургии, онкологии, врачебной косметологии. Вот те отрасли, которые остаются ведущими и передовыми в российских рубежах. Передовой иркутскую медицину считают не только в Китае. На далекую Сибирь оглядываются и европейские страны. Еще с середины 80-х годов региональные больницы сотрудничают с Германией, Польшей и Францией. Вот он, все. Громкие аплодисменты – достойная награда для врача, тем более, когда за операцией наблюдает светило французской науки. Ученый Серж Пико в Иркутске впервые. Всю свою жизнь он занимается изучением офтальмологии. Одна из самых интересных и важных частей его работы – обмен опытом с заграничными коллегами. Научные встречи, конференции, где собирается много народу, которые оглашаются широко средствами массовой информации, проводить такие вещи очень полезно, потому что это дает пациентам надежду и знания о том, что происходит в науке и что станет достоянием уже в ближайшем будущем. Именно сейчас я представлю вам новые французские разработки и постараюсь убедить в том, что у нас с вами неплохое будущее. Совместно бороться за будущее пациентов намерены и в областном онкологическом диспансере. Это учреждение стало первым в России, где обустроили так называемую телеклинику. Теперь все самые сложные случаи рассматриваются не только иркутскими врачами, но и немецкими светилами. Все обследование, которое мы пациенту сделали, мы спокойно передаем через эти коммуникации в Германию. Германия изучает в клинике, выходит с нами на связи, мы ведем беседу с помощью телеканалов, которые позволяют нам и пациентам, и мы. То есть идет дискуссия. Приятно, когда работают в варианте английского языка, хуже, когда работают переводчики. Это лишь малая часть той работы, которая ежегодно проводится в регионе. В перспективе организовывать в Иркутской области международные симпозиумы. И все с одной целью – помочь как можно большему числу пациентов. Ведь несмотря на разную национальность, веру и образ жизни, все мы люди, живущие на планете Земля. Евгений Шоев, Владимир Пинаев, Новости по будням.